Итак, всем привет! Вы находитесь на канале Легус, и сегодня я буду начинать с вами делать новый проект. Давненько меня все просили сделать гоночную машину, и вот я решился, и будем с вами делать гоночную машину под названием Формула 1. Эту машину я собираюсь делать на вот таких вот колесах. Два будут у нас колеса, вот таких вот чуть больше, чем передние. Ну, сейчас вам все расскажу. Передние колеса у нас будут стоять вот тут вот, они у нас будут маленькие, и задние колеса, это вот такие вот колеса, они будут стоять вот тут вот сзади. Также по размерам колес, вот эти колеса 43 миллиметра, а вот эти, как я помню, 37 миллиметров. Ну, а пока мы еще не начали этот проект, всех поздравляю с наступающим Новым Годом, уже будет у нас 22-й год. Вот, и у меня есть одна цель еще до конца этого года, это 5000 подписчиков в 2021 году. Моя мечта, чтобы до этого Нового Года, до 2021, было 5000 подписчиков. Я надеюсь, у нас все получится. На данный момент нам осталось 110 подписчиков. Я надеюсь, у нас все это получится, и мы с вами добьемся этой цели. Ну, а теперь приступаем к постройке нашей Формулы-1. Также еще хотел сказать то, что этот проект, он будет без электрики. Так как прошлый проект мы с вами доделали, он был на электрике, там осталось снять и здравчик, и все остальное, и в принципе все. Прошлый проект мы делали с вами на электрике, а этот проект я хочу сделать уже механический. Также в этом проекте я думаю сделать коробку передач. Будет у нас, скорее всего, двухступенчатая коробка передач с помощью вот такой вот муфты и переключателя, которая будет осуществлять две скорости. Точнее, не две скорости, а одну нейтраль и другая первая передача будет. Эта коробка передач будет идти у нас на привод к поршневым двигателям. Вот такие вот поршневые двигатели. Посмотрим, какой мы сделаем с вами двигатель. Может, двойку, рядную, ну, посмотрим. Ну, и первым делом давайте с вами сделаем рулевое управление. Рулевое управление я буду делать, как вообще практически во всех машинах, на вот таких вот деталях. Пока получается вот такая вот конструкция. Рулевую рейку я решил не использовать, так как она, в принципе, не нужна. Будет масштаб маленький и модель будет механическая. Так что рулевая рейка, в принципе, не нужна. Будет стоять тяга вот такая вот. И я думаю, сделать рулевое управление как-нибудь, чтобы с помощью вот такой вот тяги было. Ну, это посмотрим дальше. Также прицепил сюда вот такую детальку. Она нам может в дальнейшем пригодиться для того, чтобы уже что-то тут спереди крепить. Но это все дальше. И пока что я не знаю, будет ли это все тут находиться или нет. Но пока что будем продолжать сейчас делать переднюю часть. Вот эту вот, все остальное. Субтитры сделал DimaTorzok Так, придумал я вот такой прикольный механизм рулевого управления с помощью вот такой вот тяги. Ну, тут идет система параллелограммов. Вот с помощью такой тяги тут идет тяга сама и вот такое вот крепление под тягу. И вот так все это, в принципе, работает идеально, даже без рулевой рейки. Ну, а дальше как-нибудь будем смотреть, как все это делать дальше. Также прицепил сюда вот такую вот конструкцию на быстросъем. Так как, мне кажется, она нам уже понадобится для того, чтобы будет потом в дальнейшем цеплять нос. Ну, нос Формулы-1 будем делать. И чтобы сюда его надо было прицепить как-то. Пока что прикрепил это на быстросъем. Так что, если он тут не понадобится, то мы сможем легко это все снять. Но пока что мне очень нравится конструкция. И прикрепил сюда вот такой вот уголок. Не знаю, может, для чего-нибудь тоже понадобится. Ну, просто вот, пускай это будет торчить тут. Вот, так что сейчас будем продолжать делать конструкцию. Пока получается вот такая вот штука. Не знаю, что я тут вообще налепил. Просто налепил кучу деталей. И заметил то, что сюда вот подходит идеально вот такая вот рамка. Ну, и ее сюда вот применил. Как часть остальной вот конструкции. Пока не знаю, как будет все идти дальше. Потому что сейчас что-то вообще идеей ноль. Как делать дальше? С чего тут еще начинать? Вообще, зачем я прилепил вот эту балку сюда? Вот эти коннекторы. Вот, так что пока вообще не знаю, что сейчас продолжать делать. Но на таймлапсе будем что-то думать. Еще раз вот включаюсь. Придумал какую-нибудь вот необычную, придумал конструкцию такую вот. С помощью вот такой вот тяги рулевого управления. Выводить ручку рулевого управления мы с вами будем наверх. Ну, наверх к крыше Формулы-1. И пока вот такая вот конструкция получается. Вот рычажок, за который будем крутить. И вот тут идет уже вот такая вот тяга, которая поворачивает рулевое управление. Вот. Вообще, офигенный механизм работает вот этот вот с помощью тяги. Жалко, что я раньше никогда не делал механизм рулевого управления с помощью тяги. Работает просто идеально. 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 итак вот я еще немного чуть-чуть поработал над машинкой и пока вот такая вот у нас конструкция получается сделал вот такой вот наброски носа переднего примерно наброски вот такие вот и рулевое управление вы уже видели пока вот такая вот рама получается сейчас скорее всего буду продолжать делать раму ну выведу какие-нибудь сюда уже балки от рамы и буду начинать делать какую-нибудь тут коробку передач мутить и движок ставить точнее ну поршни вот эти вот и передач и решил то что мы с вами поставим 1 цилиндровый двигатель да потому что что-то пока не могу никак придумать как сделать 2 цилиндровых 3 потому что я хочу сделать именно из вот таких вот двигателей больших а из маленьких как-то не очень хочется делать так что буду делать 1 цилиндровый двигатель из вот такого вот одного большого поршня итак сейчас занимаюсь установкой двигателя в принципе крепление для него уже заготовлено и осталось только это все сюда внедрить так надеюсь получится это ставится сюда вот так вот и сюда задвигается ось ой все разваливается не очень люблю делать коробки передач потому что они все разваливаются и уже все плохо держится так ой давайте пока знаете что возьмем ось со стопом чтобы она не вываливалась это вываливается и все плохо держится так вот пока ничего не понятно потому что очень все так проблематично буду все это делать но принципе коробка передач у меня получилось она у нас двухступенчатая или сам сейчас подождите уже сам забыл да она у нас двухступенчатая включаем эту передачу у нас крутится поршень самой большой скоростью включаем ой так давайте я пока это соберу и потом все вам покажу как все это работает передачу Итак, все, я закрепил полностью конструкцию, теперь она держится отлично, все, и тут ничего не болтается, и я вам могу все рассказать. Смотрите, вот это у нас входной вал, точнее, тут у нас будут находиться колеса, и вот тут передние колеса. Когда машина у нас будет ехать, вот тут сейчас муфта находится в нейтрале, точнее, мы крутим ось, и ничего у нас не крутится, никакие поршни, но если мы переставим муфту сюда, у нас теперь крутятся поршни. Поршень крутится медленно, так как это первая передача, но если мы переставим муфту вот сюда вот, то поршень у нас закруется очень быстро, так как это вторая передача. Вот такая вот простая коробка передач, но она очень крутая получилась и компактная. Так что вот такая вот пока конструкция получается, очень необычная, и мне все пока что нравится. Есть у нас уже две функции, рулевое управление и коробка передач. Ну и на этом мы сейчас, наверное, завершим. На одном этапе сделаем только сейчас еще выключатель и выключатель, ну переключатель муфты, вот тут вот крепление какое-нибудь сделаем, и на этом закончим. Ну что? Сделал я переключатель муфты, вот тут он будет находиться, и сделал крепление для него, он теперь тут держится нормально, но еще надо будет закрепить вот эту вот часть, так как она у нас болтается. Но это у нас все будет уже во второй серии, так как в этой серии мы уже сделали довольно всего много, и коробку передач, и установили двигатель, и сделали рулевое управление. Так что, кому понравился вот этот вот новый проект, не забудь поставить свой лайк, подписаться на мой канал, ну и всем удачи в будущих проектах, и пока!